Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами LG. Сегодня у меня очередной новостной выпуск, уже второй, про Universe Sandbox 2. Что же у нас добавилось? Добавилось новое обновление, Alpha 19.5. Значит, давайте я перевел с помощью Google Переводчика. Давайте мы с вами сейчас... Ну, я не буду переводить обратно, давайте расшифруем, что же он нам здесь перевел. Значит, это совсем небольшое обновление, маленькое, которое введет несколько графических улучшений. Как здесь написано. Вот, обновленные текстуры и раскраски для генемеда, седны, луны и городские огни земли. То есть, они улучшили. То есть, видать, для большего, так сказать... Ну, как, для большего улучшения для дальнейшей жизни. Ну, наверное, это так. Вот. Она также включает в себя кучу мелких исправлений, ошибок, а также исправления масштаба. И для новой модели Джуна. То есть, Джуна был, видимо, не совсем, так сказать, замоделен правильно. Фиксирую... Вот он, фиксирую. Что фиксирую? Не фиксирую, да. Исправили появление скалистых планет, пострадавших от сверхновых, а также решение некоторых проблем с летучими и фрагментациями... С летучими и... Ротч фрагментациями. Ну, скорее всего, с кусочками, да. Вот. Мы также рады приветствовать некоторых новых членов нашей команды. Матовый и Якова. Мэтт и Джекоб. Да. Вот. Как и наш новый QA веревочка. Вот. Мэтт нырнул прямо в проект и был занят обнаружением и документированием ошибок. То есть, ну, короче говоря, багфиксер, чувак. Вот. Которая уже помогла нам для этого обновления. Вот. А Джейкоб, наш новый разработчик, который будет полный день. Ну, про Джейкоба вы все знаете. Уже, наверное, кто за ним следит. Этот товарищ, который переносит версию на очки виртуальной реальности. Вот. Теплый, запоздалый. Добро пожаловать. Новый продюсер, который помог нам положить пути к Альфа-19. Вот. Мы продолжаем. Очень рады. Бла-бла-бла-бла. Проверьте полный список, что нового. Давайте посмотрим. Так. Так. Ой. Уф. Да, ну не. Ребят. Это слишком долго вам рассказывать. Вот. Давайте также я вам еще расскажу парочку своих ответов на мои вопросы. Вот. Тут та же самая новость. Я бы не узнал. Вот. Давайте поглядим. Значит. То, что мне ответили. Вот я задал вопрос разработчикам. Здравствуйте, разработчики. Когда вы добавите возможность добавлять в игру свои собственные 3D модели. Ну, в игру. Пожалуйста, ответьте мне. Будет ли это добавлено. Вот. The ISS. Это МКС. Было бы прикольно видеть. Хорошо в нашей земляной поверхности. Ну, над поверхностью земли. Да. Вот. И. Что. А. И когда будет выпущен релиз Альфа 20. Что мне ответили разработчики. Мы планируем добавить что-то. Ивентуально. Давай переведем, ребят. Мы планируем в конечном итоге поддержку моделей. Но, к сожалению, мы не можем дать время оценки. Мы согласны. Имеющий МКС в игре будет интересно. Мы активно работаем по Альфа 20. Но не можем дать выпуска по этой теме. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев. Насколько нам известно, весной, ребят. Это произойдет. Вот. Я им задал еще один вопрос. Вот. Здравствуйте. Я хочу задать еще один вопрос. Планируется ли добавить мип-текстурирование в игру? Кто не знает, это мип-текстурирование. Это когда ты подлетаешь к, допустим, какому-то объекту поближе. И его текстура заменяется на более качественную. Вследствие того, как... Ну, не знаю. Ну, очень явно и красиво выражено это в Space Engineer. Кто играл. Ну, вот там мип-текстурирование прям вообще шедеврально сделано на высшем уровне. Мне прям очень нравится. Вот. То есть, это вполне удобная штука. Вот. Ну, и, собственно, для пиратов, что хочу сказать. Вот этот вот все топ.ком, который сейчас по торрентам супер после блокировки всех остальных. Вот. Значит, пока что еще не обновился. То есть, версия вышла вчера, но торрент пока еще не перезалили. Вот. Поэтому, если вы не хотите покупать игру за 440 рублей, можете скачать пока что только Альфа-19.4. Вот. Ну, на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравился выпуск. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И увидимся с вами в новых сериях. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok